Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстун. Начинаем нашу игру... А, блин, блин, один человек вышел. Как плохо. Как раз я подумал, что хорошо, что у нас тут два поселянина. И думал, сейчас ещё один поселянин, что все поселяне. Потому что, вот как правило, я сталкиваюсь в Нордгарде с такой проблемой, что... Ну, во-первых, проблема всех стримеров, ютюберов в том, что обычно каких-то наигранных часов в игру их часто бывает не больше, чем видео на канале по этой игре. То есть, грубо говоря, ты играешь вроде во всё, снимаешь разные видео, но прямо вот так, чтобы серьёзно, ни в какую игру не играешь. А вы играешь в то маленькое, в это маленькое, и поэтому в качестве игры уступаешь тем людям, которые могут несколько часов в игру играть по одну. Не то, что даже несколько часов в день, а по несколько часов каждый день. Ну, тем самым, в общем, добиваются каких-то хороших показателей. Ну, и тут часто приходится играть там не с поселянами, а с воинами или с более именитыми игроками в высоком звании там, по-моему, воевода, что ли, есть. Ну, ладно, в общем, сейчас подожду, пока ещё один подключится и продолжим. Так, вот, наконец-то, четвёртый подключился. Все поселяния, это, кстати, редко. Обычно всегда кто-то воевода. Ну, вот о чём я говорил. Я, в общем, тут, как бы это, часто бывает такое, играешь, играешь. Я вот пару раз пробовал за кадром. Тут хлоп, к тебе уже пришли воевать. Ну, в общем, а ты не готов. Посмотрел я тут видео, мне один подписчик посоветовал на ютюбе парня, как он играет. И, в частности, посмотрел, как он играл за клан Ворона. Мне так понравилось, и я захотел попробовать поиграть вот по его тактике. Не знаю, как получится нам сегодня, не получится, но было бы неплохо. Сразу начну, вот как он дом строил, я помню, вначале. Поэтому я тоже построю дом, чтобы быстрее развиваться. У меня тут ещё одна, по-моему, есть возможность что-то построить. Я бы построил ещё здесь порт потом, в будущем. Так, есть дом разведчика. Сразу делаем двух разведчиков. И бежим смотреть, что у нас тут по соседству. На сопряжённых территориях. Наш союзник, в принципе, от нас недалеко. Поэтому мы сможем, если что, продвинуться друг к другу, наверное, и реагировать, выручать друг друга. Ну и вообще, здесь как бы карту я среднюю взял. То есть, ну, как бы вообще в целом, наверное, недалеко не только до моего союзника, но и вообще до других на этой карте, наверное, будет не особо далеко игроков. Так, что у нас? Здесь олени, здесь еда. Так, где там? Где наш разведчик? А, он пошёл. Ну, он нормально пошёл как раз ту территорию смотреть, которую нам надо. Здесь вот лес. То есть, если мы эту территорию берём себе... Давайте я, наверное, вот эту сейчас колонизирую. Если эту территорию берём себе, то там будет хорошо построить лесопилку. Так, а сколько она стоит? Пятьдесят. Пятьдесят. А этот лагерь тоже пятьдесят. Нам не хватит, а на то и на это. Ну ладно, мы знаете, как сделаем? Мы поставим одну лесопилку... Один дом лесоруба мы поставим здесь. А потом один дом лесоруба поставим ещё здесь. Потому что леса его, на самом деле, поначалу украине не хватает. Прям ужасно не хватает. Здесь тоже, кстати, еда и камень. У меня неплохие, надо сказать, территории сейчас по соседству. Прям неплохие. Сейчас сразу пошлём одного на камень, чтобы вот эти предания добывать. Это, грубо говоря, древо технологии. Тебя пошлём на лес. Ещё один пойдёт на лес. Сейчас поначалу очень сильно лес нужен, чтобы прямо застраиваться побыстрее. Тут, там всё строить, строить, строить. Строить надо много, а леса как бы его изначально, ну как бы древесина прямо не хватает. Всё, одного разведчика сейчас я... Угу, отлично. У меня здесь как бы это... Тупичок маленько. То есть с этой стороны я могу забрать вот эти все территории, и отсюда ко мне никто не придёт. Ещё есть тут птица-разведчик, это очень хорошо. То есть если я отжать эту территорию, то эта птица будет моей. Мне, в принципе, нравится, как я сейчас расположен. Правда, мне надо и в сторону нашего союзника продвигаться. Одного разведчика я, пожалуй, сейчас верну домой. Пускай он перестанет быть разведчиком. Пускай займётся какой-нибудь другой работой. Так, построю здесь сторожку охотника. Так. Пока что есть у нас проблемы с едой. Но сейчас сторожку достроим, потом построим там амбар, и в принципе проблемы должны будут прекратиться. Вообще проблем с едой, по идее, сейчас не должно быть. У нас здесь амбар, здесь можно поле построить. Так, два лесоруба, четыре обычных поселянина, один мудрец, один разведчик у нас. Так, поехали. У нас поселяние охотятся. Сколько строит у нас амбар, интересно. Чтобы быстрее еду добывать. Сто дерева. Дорогое удовольствие. Пока что придётся с этим повременить. Я ещё хотел бы, если честно... Осторожно, на нас напали. А, на нашего соседа напали. Волки напали. На нас, кстати, тоже скоро будут волки нападать. Так, есть знания. Дадим это сейчас плюс к торговле. Здесь у нас так. Здесь вот ещё... Здесь железо можно добывать. Здесь можно добывать камень. По идее, мне бы вот эти территории отобрать у них. Здесь ещё в руинах можно что-то полезное получить. Но нам нужно уже первый лагерь с военными, чтобы вот это всё отбирать. И так, знаете, в чём ещё проблема? Нам нужен где-то военный лагерь. По идее, здесь амбар строю. На этом заканчивается возможность строить что-то на этой территории. Если мы здесь тоже построим поля и амбар, ну, мы ещё сможем один военный... А, тут камень как бы уже есть, да? Как одна постройка считается или нет? Нет, не считается. Отлично. Тогда я здесь сейчас построю военный лагерь. Правда, для этого нам надо 50 древесины накопить. Поскольку вот на этой территории мы сейчас строим амбар, все наши простые поселения, они с этой территории будут добывать больше еды. Поэтому мы их всех сюда и отправим. Смотрите, вот сейчас сколько они добывают? 7 еды, да? Сейчас, когда она достроит амбар... Ну, она тоже, правда, начнёт добывать еду, но в целом... Так, блин, волк припёрся. Чё, послать кого-то в подмогу? Причём лесоруба зачем-то отправил вместо простого поселянина. Это неправильно. Не-не-не-не-не, нам нельзя терять жителя. Лесоруб, извини, что мы тебя оторвали. Иди руби там лес дальше. Так, тебя тоже вернём. Так, ты у нас мудрец, мудрец. Ты у нас теперь будешь поселянином, а поселянин пойдёт на камень, будет мудрецом. Потому что это без здоровья. Если ещё будет одно нападение, то она быстро помрёт. Нам это невыгодно. Так, здесь сейчас еды добывается прям нормально. Но нам нужно добыть ещё сейчас на один военный лагерь. Могли бы, конечно, сейчас и поле строить, и ещё второй амбар. Но в этом прямо вот сейчас особой необходимости нет. Есть необходимость в военном лагере. Есть необходимость вот эти две территории захватить. Тогда меня отсюда вообще ничего беспокоить не будет. Никаких нападений волков не будет. Я смогу, ну, вообще за эти территории не переживать. И вот эту территорию захвачу. Только здесь вышку поставить. И, ну, как бы, какое-то время будет всё отлично. Единственное, что хорошо бы, конечно, ещё с моим соседом состыковаться. Тогда мы могли бы, ну, как бы, друг другу помогать в случае каких-то боевых действий по-быстрому. Так, жителей у нас 10 из 10. Вот это тоже проблема. То есть надо ещё дома строить. Пока что возьму острые топоры, чтобы быстрее древесину добывать. Вот прямо сейчас это мне больше поможет, чем что-то ещё, мне кажется. Хотя там, ну, прибавка на двух лесорубов, наверное, не такая значительная. Так, всё, иди. Ты будешь у нас военным. И пойдёшь сейчас отожмёшь для нас камень или железо. Камень или... Так, там два. Два пса. Здесь один волк. Поэтому пойдём эту территорию отбирать сначала. Её, по крайней мере, проще отобрать. Так, разведчик у нас пока что целый. Окей. Колонизируем территорию. Что удобно, вот этот клан Ворона, за который я сейчас играю, он может себе позволить колонизировать территорию, используя только золото. То есть не нужна еда для этого. Это очень выгодно. Так, теперь свободные рабочие. Мы же не зря эту территорию захватили. Мы теперь можем здесь добывать камень. Знаете, что хорошо? По-моему, есть тут гарник добывает на 30% больше руды. А руда это же для железа, да? Камень же нельзя назвать рудой. Камень это камень. Не знаю, может это и к камню относится. Но мы всё равно не будем париться. Просто пойдём и начнём строить. И так же мы построим здесь, на этой захваченной территории, ещё один дом. Чтобы, ну как бы, мы упёрлись в лимит населения. Это очень плохо, на самом деле. В этой игре надо население растить так быстро, насколько это возможно. Чем быстрее растёт твоё население, тем быстрее растёшь ты. Вот как-то так. Так. Так, готово. Я думаю, сейчас сразу... Так, военный, иди помоги. И ты тоже помоги с волком с этим справиться. Так, чем ты там хотел... А, ты у нас на рудник пойдёшь работать. Ты пока что здесь постоишь. Ещё один... А, ну сюда ещё пойдёт вот этот, который сейчас достроит работать на рудник. Будет у нас вот так два рабоничка. Ты тоже иди на рудник. Так. А вот этот исследователь у нас сейчас станет военным, и мы вдвоём отожмём ещё вот эту территорию. Зима сейчас, еда идёт в минус, но ничего, у нас запасы уже есть. Смотрите, он сейчас открыл. Что получаем? 100 золота и 50 преданий. Отлично. Отлично. 100 золота, 50 преданий. Возьмём сейчас. Что, наверное, блин. Возьму умелую разработку. Мне кажется, она мне сейчас не помешает. Потому что я сейчас вот как бы камень добываю. Не знаю, работает ли эта умелая разработка на камень, но мы сейчас ещё будем железо вот здесь добывать. Поэтому, в принципе, лишним не будет. Так, отлично. Эта территория теперь тоже будет наша. И мы, по крайней мере, теперь вот с этой и с этой территории мы их отхватили. Раньше с них на нас волки нападали, а теперь уже этих нападений не будет. Это как бы для нас очень удобно. Эти два военных вот прямо сейчас, но я не знаю. Ну, не, пускай они у нас пока что побудут. Они нам пригодятся. Единственное, что хорошо бы было их отхилить. Поэтому строим вот здесь. О, на этой территории строим. И нам ещё вот этого надо ворона отхилить. Это, ну, как бы птица. Если мы её спасём и отхилим, мы получим, во-первых, предание. Во-вторых, мы получим возможность вести... Она будет для нас разведывать территории. Как типа как скаут. Несколько территорий для нас откроет. Поэтому сейчас на этой территории мы строим... Так, что нам нужно? Так, 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 погодите. Хижина знахаря, вот она. Чтобы вылечить наших ребят. И... А, больше ни на что дерева, да, походу, не хватает. Ну, ладно. Кто у нас там, свободный строитель? Иди, строй. Хотел воинов перегнать в рабочих. Но потом подумал, что сейчас буду вот эту территорию ещё захватывать. Поэтому пока... Ну, не надо. У нас есть уже 12 камня. Можем ул... А, не можем. Так, смотри. Ты, короче, сейчас приведёшь волка поближе к краю. Ты затанкуешь, у тебя здоровья много. И воины подключатся, тебе помогут. Волк напал. Так, теперь ты, работяга. Ты у нас пойдёшь сюда, железо будешь добывать. Видите, сейчас, кстати, тут камень. Он быстро заканчивается. Как только он закончится, это у нас будет плюс 2 свободных рабочих. А ты пока что займёшься... Знахарством займёшься вместе с ней. Наверное, вот этого воина у нас подлечите первым. А потом уже остальных. Хижины знахари тоже. Они, кстати, очень медленно исцеляют поначалу. Там, как бы, без исследования, которые в 2 раза увеличивают скорость исцеления, очень долго знахари работают. Как бы, вот это и есть такая проблемка в игре. Чё у нас? 130 золота. Я думаю, сейчас вот этих быстренько захилим. Сколько здесь волков на территории? Один. А тут как-то, по-моему, можно посмотреть. Вот, два волка. Я думаю, мы сейчас эту территорию отберём. И вот уже на ней поставим вышку. И на нас смогут вот с этих двух территорий будут нападать. Там даже... И вышка будет отбиваться нормально. А то сейчас вот эта территория может напасть нам на эту территорию, на эту территорию, на эту территорию. Ну, вот с этой территории могут быть атаки волков. Когда мы её заберём, то уже со всех соседних территорий атаки смогут быть только на эту территорию. Это нам выгодно. Так, чё? Медицину взять или всё-таки по третьей ветке пойти? Она нам полезнее Давайте сейчас вот прямо в данный конкретный момент Мне от медицины будет больше толку А потом я быстренько перейду уже В прокачку третьей ветки Там очень полезные для меня вещи Можно исследовать Так, можем Ратушу улучшить Там и на счастье есть исследование Чтобы быстрее Ну как бы наши Ребятки Прирост населения шел Ну и вообще много вещей Так, еще 50 древесины Вот дом знахаря сколько улучшить 100 древесины, да, надо Дорого, дорого Сейчас таких средств нету 100 древесины Но вообще надо вот эту территорию сейчас отобрать Сейчас воина захилит Пойдем отберем у них территорию Там построим еще одну лесопилку И начнем пока что быстро фармить лес Чтобы быстренько-быстренько построить все, что я хочу Так, отлично Эта территория теперь будет моей Вы, ребята, тут кого исцелять? Давайте вот этого поселянина вылечим А то что-то он какой-то совсем дохлый Так Эта территория теперь наша Сразу строим здесь вышечку Кто там у нас свободен? Иди сюда, строй Что в моей игре сейчас мне кажется плохо Что я еще не построил ни одной верфи По идее я вот как бы должен Иметь много выходов Много верфи Особенно под потом Когда я смогу уже делать атаки на вражеские территории Но пока что хотя бы одну Мне надо золото копить У меня с золотом беда Мне надо золото, ребятки Мне надо верфь строить Сколько она стоит-то вообще сейчас? Гавань 80 древесины Ну мы сейчас вот этот Мы сначала хижину лесоруба построим Как забустим производство дерева И потом уже и гавань, и все остальное Так, наверное, будет лучше для всех Единственное, что с едой сейчас проблема Но опять же, строить еще сейчас ферму Это, ну, я не знаю Знаете, что нам надо? Вот вы, поселяне Вы едите, вы здесь больше еды добуете нам Че вы там третесь? Сейчас еще здесь камень добу Вот еще плюс два свободных рабочих Ну как бы столько всего охота сделать Прям не успеваю Так, поселянин освободился Отлично, молодец Построй здесь Так, где у нас дом лесоруба? Здесь, вот в этой территории лес Плюс 10% к производству Здесь лес быстрее добывается Ну и две хижины лесоруба тоже неплохо Мы сейчас прямо забустим производство дерева Здесь камень весь добыли Можно разрушить это здание А вас, ребятки, отправить В принципе, я не знаю, что Скоро зима Можно, конечно, их отправить Еду добывать Но пока что станьте рабочими Наверное, один сейчас Один иди сюда Так, вот ты Иди сюда А ты иди сюда И знаешь, чем ты здесь займешься? Ты здесь построишь Ты здесь построишь рудничок сейчас Потом еще Нет, другой свободный Есть кто-нибудь Вот ты И ты Вы пойдете сейчас еще лес рубить Сейчас мы нарубимся, ребятки Леса Тут еще, смотрите Камень можно добывать Это хорошо Но мы еще тот камень, который у нас есть Не потратили Четыре лесоруба Сейчас нам быстро производство леса поднимут Единственная проблема Это еда сейчас Ну и скоро у нас будет проблема по домам Хотя ее можно будет решить улучшением тех домов, которые имеются Золото Золото Прям нужно вверх Нам нужно много золота сейчас Гавань нужна И улучшение на гавани Кстати, улучшение на гавани мне поможет Когда я вот эту птицу вылечу Я получу 100 плюс к преданиям, к исследованиям В общем, станет легче Маленечко Сразу мы, наверное, прокачаем Там есть исследование, которое даст дополнительное Добычу золота от гавани Так, все Строим гавань Так, ты что здесь стоишь? Иди вот, добывай Так Тут один строит Отлично Когда достроит, отправим Плавание Еда сейчас маленько идет в минус Да, это неприятно Тем более, что зимой этот минус станет еще больше Но Радую Смотрите, сейчас птицу вылечим Все отлично Мы получили птицу Даже достижение мне дали Теперь я Два лекаря Мне сейчас вот эти не нужны Поэтому я их сейчас отправлю Собирать еду Как раз сейчас будет зима И будут проблемы с едой А мы возьмем Это что? Уменьшает дополнительное потребление дров зимой Увеличивает счастье В зависимости от исследованных областей Потом возьмем Пока что морехоз Просто возьмем Хотя счастье у меня тоже сейчас Проблема, по счастью Так, вы двое Сейчас у нас в плавание отправитесь Деньги же должен кто-то зарабатывать У нас сейчас уже минус один Золото Это вообще не вариант Так, все Может улучшить сразу? Улучшить сразу Улучшить и ты, короче, тоже пойдешь в плавание Так, поначалу будете, да Славу добывать Наверное Пока мы до Тана не дослужимся Ну, не до Тана А до этого, до Ярла Так, что у нас еще? Зима пришла С едой проблемы Еда в минус идет Короче, все поселяния должны быть на этой территории Здесь они больше заработают Тут мы от волков быстро отобьемся Это как бы Понятно, не проблема Знахарь у нас Это не показывает Так, я получаю троих поселян Это, я так понимаю, максимум, да? Или прямо сразу хлоп плюс три жителя в деревне Не знаю Так, у меня сейчас народ несчастлив Да, похоже, я просто сразу получил трех жителей Мне надо как-то наш народ осчастливить Вот в чем проблема Че, пивоварню что ли строить? У меня просто здесь много исследований на счастье Вот плюс счастье за исследование на территории Плюс счастье Ну, до него, вот до этого счастья еще ехать и ехать Ну, это счастье за гавани построенные и улучшенные Наверное, вот это я в следующем изучу Вот пока Ну, ладно, наверное, все-таки придется сейчас пивоварню строить Хотя, как бы, я не знаю, если честно Народ-то 19 из 20 Ну, ладно, да Иди пивоварню строй Хотя, блин, знаешь что? Вот от тебя сейчас Сейчас лучше еду добывай Потом двух лесорубов Вот в этой области, да? Тоже лесорубы Идите-ка вы это Идите-ка вы Лучше пока что Еду добывать А то сейчас голода Хотя с лесом тоже скоро проблема будет Можно из голода помереть Можно из холода помереть Вообще сейчас проблемная зима Чего у нас? Кого еще? Горника можно одного дернуть? Ну, блин, я не знаю Нет, пускай Охотники Можно еще одну ферму строить В принципе Но сейчас ни дерева Ничего нету Знаете, что мы можем? Мы можем вот этих двух военных Я сейчас не собираюсь С кем-то воевать Отправить На сбор еды А то сейчас как-то Проблематично с едой Но я думаю Мы эту проблему легко решим Правда Ее решением займемся уже не в этом А в следующем выпуске А у меня на этом все С вами был 111 До новых встреч, друзья